Украинская власть, украинские средства массовой информации, украинское военное руководство долго-много рассказывало о готовящемся контрнаступлении на Херсонщине. И это звучало так долго, что уже выглядело перманентным блефом до 29 августа. А 29 августа оперативное командование ЮГ заявило уже, что контрнаступление идет, причем идет на нескольких направлениях. Но если на Херсонском направлении движение было не настолько значительным, хотя в отдельных местах были крупные прорывы, то в Харьковской области для российской армии случилась настоящая катастрофа. На эту катастрофу обратили внимание не только отечественные эксперты, российские эксперты в том числе, но и на Западе тоже на это посмотрели и удивились. Ибо Пентагон также удивился. Всего несколько бригад освободили несколько городов, причем крупных Изюм, Балаклея, Купенск. Они захвачены были еще в начале войны. В российской информационной повестке звучало предположение, что угрозы Киева постоянно ударить по Херсону связаны с тем, что Киев просто дезавуирует другие удары, которые будут нанесены на других направлениях для того, чтобы российские войска стянулись на юг. Но теперь уже и на Херсонском направлении ВСУ идут очень быстрыми темпами, берутся под контроль населенные пункты один за другим, опасаясь повторения Харьковского сценария. Во многом опасаясь, Российская Федерация присоединила эти территории и посчитала их уже российскими территориями, но это не помогло. То есть мы все слышали о том, что после того, как они будут присоединены, это будет уже совсем другая история. Таким образом, ВСУ уже будут нападать на территорию Российской Федерации. Потом говорили, давайте дождемся вот там 5 числа. Сегодня 5 число. 5 числа ждали как чего-то такого сакрального. 5 числа утвердят вхождение территории в состав Российской Федерации. 5 число. Что там из побед? Итак, победы, успехи. Августовско-сентябрьского наступления. Освобожденное село Высокополье в северной части Херсонской области. Над ним подняли украинский флаг. ВСУ форсировали реку Ингулец. И вклинились в российские ряды достаточно глубоко, дойдя до села Счастливое. Развить продвижение тогда не удалось из-за ответного огня российской армии. Тогда вооруженные силы Украины занялись вплотную Харьковской областью и добились там успехов. Несмотря на потерю Высокополья и еще нескольких населенных пунктов, замглавы Херсонской ВГАС Три Маусов, назначенной Российской Федерацией, заверил, вся территория области находится под контролем российских войск. Особенно противоречивой оказалась информация по Киселевке. Дело в том, что Киселевок в Украине немерен. Может быть это связано с тем, что наши предки, которые проживали в этих населенных пунктах, варили там кисель. Уж не знаю. Что ее брали и брали, но оказывалось, что это не она и так далее. Полностью перечислять все те населенные пункты, которые перешли под контролем вооруженных сил Украины, смысла нет. Их очень много. В отечественных СМИ это представляют так. ВСУ выбивает противника, в результате боев захватывает. Это не совсем так. Фишка в том, что избегая окружения, вооруженные силы Российской Федерации зачастую оставляют населенные пункты. И поэтому ВСУ заходят туда абсолютно без боя и не получая абсолютно никакого противодействия своему наступлению. Все дело в том, что информацию о поднятии то там, то там украинского флага над тем и над тем населенным пунктом выдают порционно. Это также очень грамотная и продуманная информационная политика. А мы, которые вынуждены довольствоваться тем, что выдают вот так вот порционно, порционно это ставим. Таким образом, создаются впечатления волны, надвигающейся волны, которая сносит российские войска вот так вот одно за другим, захватывая населенные пункты. Но интересно смотреть не только за информационной тактикой, потому что она явно превосходит российскую информационную тактику. Но интересно смотреть и за развитием самого наступления. А замысел украинского командования вполне ясен. Прорваться к уже обстреливаемому Хаймерсами Береславу и оттуда развить наступление на новую Каховку. А там начинается Северокрымский канал и Каховская ГЭС. Расчет на то, что россияне при отступлении взрывать ее не станут, ибо это принесет плохие последствия для Херсона, подконтрольного России. И мне кажется, что взяв этот план на вооружение, ВСУ пошли по двум направлениям. По Никопольскому и Давыдово-Бродскому. Еще по другому называемому Криворожскому. Но, смотрите, вообще-то разрушение дамбы, которое разгневало украинского президента, вообще никак не помешало понтонным переправам ВСУ. То есть, если было тактической задумкой, то, что это реально помешает переправе, то задумка не оправдалась. Итак, по наступлениям. Первая, Никопольская, ведется через берег Днепра. 2 октября появилась информация об освобождении Осокоровки и Золотой Балки. Уже третьего стало известно, что россияне взорвали дамбу в Дудчанах, чтобы замедлить продвижение ВСУ. Рывок составил до 30 километров. До Береслава осталось порядка 40 километров. Если брать ситуацию в самих Дудчанах, то она не ясна. По некоторым данным, российские военные остаются на Южном берегу. Но ранее они уже при похожих обстоятельствах не могли удержать более крупный Купенск, разделенный Осколом. Второе наступление идет вдоль Ингульца. После освобождения Высокополья, Ольгина и Потемкина, после прорыва в районе Давыдова-Броа, было понятно, что россияне начнут уходить с этого уступа, оставляя Архангельское, Великую Александровку, Давыдов-Брод и так далее. Рельеф там равнинный, естественных каких-то там заграждений помимо рек нету. Другое дело, что отступать там особо некуда, потому что 12-тысячный Береслав назвать крупным городом никто не решится. Дорожная сеть развита слабо. Херсонщина вообще слабо урбанизирована. Остается только бежать за Днепр. Российские источники говорят о том, что таким образом наступающая украинская армия будет подставиться под удар, их начнут обстреливать с левого берега, авиацией и артиллерией. Но это не совсем так, потому что хаймерсы, массово предоставляемые, открывают новые возможности перед ВСУ. И кроме того, с Дудчан можно простреливать всю левобережную логистику вооруженных сил РФ и под удар попадает Чаплинка, где находится их авиабаза. И снабжение Херсона станет попросту невозможным, учитывая его и без того неудобное для россиян расположение на правом берегу. Как так случилось? Как такое могло произойти? Российские телеграм-каналы анонимны с именами из тех, кто является охранителями, грубо говоря. Постоянно говорят, что так и было задумано. Так и было задумано. Это дальновидная задумка руководства. А заключается она в том, что не каждый населенный пункт следует удерживать. А потому, ну какой смысл держаться за мелкие села, терять технику и все такое? Стримаусов заверяет, что войска киевского режима попали в огневой мешок и уничтожаются. Продвижение в районе Дудчан захлебнулось. Изо всех занятых населенных пунктов ВСУ будут отброшены. Все контрнаступления бесполезны. До Херсона не дойдут. Иногда забывают рассказать о том, что на местах, которые были оставлены российскими вооруженными силами, остаются также местные жители, которые в свое время поверили, что это надолго, навсегда и так далее. Что с ними происходит, о том мы, конечно же, вряд ли узнаем. Возможно, потом будут разрыты какие-то там массовые захоронения, которые в свою очередь, опять-таки, припишут Российской Федерации. Никто этого не знает. Сообщается о том, что отступление на самом деле перегруппировка, чтобы собраться с силами и нанести ответный удар. Канал Архангел спецназа смиренно признал, что держать оборону Давыдова-Брода и Александровок, и Великой Ямалой, не имеет смысла. Лучше отойти на более укрепленные рубежи. Военкор Котенок рассуждает достаточно с изрядной долей цинизма о том, что в этот раз бегство более организованное. И это уже позитив. Отход более организованный. О захвате техники украинская сторона не сообщает. Линию фронта укорачивают. Для последующего укрепления надо быть готовыми к атакам в Запорожской области. Большинство, правда, начало просыпаться и понимать, что у каждой провала, у каждого отступления, у каждого бегства есть имя и фамилия. И начали искать виновных в руководстве. В частности, в руководстве вооруженных сил Российской Федерации. Вы отлично знаете, что начало происходить. Но суть в том, что когда даже находят кого-то виновного, и когда вчера еще молчавшие военкоры начинают об этом говорить, но в худшем случае для человека, о котором говорят, его переводят, убирают на какую-то другую должность. А вообще обычно не делают совершенно ничего. Конечно же, по телеграм-каналам патриотически настроенных российских пользователей начинают сообщать о крупных перестановках, что вот уже грядут крупные перестановки. Ну, во-первых, с учетом того, как наказывали до этого, есть большое сомнение в этих крупных перестановках. Во-вторых, даже если они произойдут, резко, быстро произойдут, то быстрого эффекта они не вызовут в любом случае. Вайнкор Коц констатирует, что людей тупо не хватает, по всей видимости, намекая на ложь в отчетах об укомплектованности. ВСУ пользуется преимуществом в людском ресурсе подготовки разведданных. Среди самих военных боевой дух очень высокий, но в ближайшее время хороших новостей не будет. У Семена Пегова отметили шапкозакидательство официальной пропаганды о том, что, мол, украинские войска несут огромные потери в огневом мешке, а прорыв, тем не менее, оказался серьезным. Наступление на Береслав и Новую Каховку не кажется антинаучной фантастикой. Но чу кто-то вспоминает все-таки и оброшенных на этих территориях сторонников Российской Федерации изредка. Вот, к примеру, Андрей Медведев. Его волнует судьба тех гражданских, которые поверили, что Россия здесь навсегда. Также он рассуждает на тему, как настроения в тылу влияют на ситуацию на фронте. На этот счет Евгений Поддубный, к примеру, негодует, что часть российского общества по-прежнему смотрит на войну, как на своего рода футбольный матч. В случае побед пьют, радуются. Стоит узнать о поражениях, растоптать готовы всех. Но, впрочем, это же, наверное, не население виновата по поводу того, что относительно присоединения областей устраиваются концерты. А потом, когда их на следующий день буквально отсоединяют, они уже получаются временно оккупированными территориями Российской Федерации. Я просто не знаю, как это теперь звучит официальным языком в Российской Федерации. Еще один вид споров и объяснения ситуации метеорологические. Метеорологические условия не позволяют задействовать авиацию. С этим утверждением соглашаются, впрочем, далеко не все. К тому же, проливные дожди создают проблемы не только для авиации, но и для наступающих порядков, чьи машины просто могут увязнуть в грязи, о чем тоже пишут российские военные блогеры. Хотя для отступающих это тоже огромная проблема. Разгадку тому, что происходит, ищут и западные военные эксперты. Причем пытаются разобраться, некоторые пытаются разобраться холодной головой. И находят прорехи. А недоукомплектованность российских батальонов, соотношение линии фронта на человека, оказывается, что один военный приходится не на 20, а на 60 метров. Некоторые населенные пункты обороняются всего лишь человек по 15. Поэтому стоит там вооруженным силам Украины прорвать оборону из 15 человек начинает сыпаться вся линия фронта. Но что на самом деле должно взволновать центральное российское руководство, это то, что начинает фрагментироваться информационное сообщество, национал-патриотическое. Это не какая-то пятая колонна, это не те белоленточники, как это, я не знаю, там их как-то называют особо. Это свои национал-патриоты, те самые, которые вперед и до конца. Вот они начинают очень сильно переживать относительно того, что происходит. И на них уже начинает плохо влиять или никак не влиять та ура-патриотическая повестка, которая все еще звучит на центральных российских каналах телевидения, но даже там уже начинает звучать прямая критика, что еще вчера казалось невероятным. Вопрос сделают ли в Москве выводы из этой ситуации остается открытым. На самом деле, мне кажется, глядя на все предыдущие победы, выводов никаких сделано не будет.